Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на Первом Городском. Меня зовут Иван Дычак. Это проект Интервью Дня. Сегодня у нас в гостях Ксения Лис. Она целитель, которая живет, работает в Индии и Италии, изучает методы нетрадиционной медицины. И я ее приветствую в студии. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с того, как вы пришли к этим методам и какова, скажем так, ваша история и с чего все начиналось? Все началось с того, что было, скажем, определенное заболевание, определенные проблемы, которые я не могла решить традиционными методами. И я искала другие методы. И я должна сказать, что я нашла. Хорошо. В чем нетрадиционность заключается, если так в общем возьму? Если взять, например, индийскую медицину, аюрведа, здесь нетрадиционный подход заключается в том, что выявляют, скажем, или недостачу, или перезбыток энергии, который определяется такими элементами, как эфир воздух, огонь, вода, земля. Если идет какой-то перезбыток из этих пяти элементов, это уравновешивают и, соответственно, проходит заболевание. Это аюрведа. Аюрведа. Ну просто мне, человеку непосвященному, вот то, что вы сейчас говорите, вы поясняете. Итак, это направление только индийское? Это направление очень древнее. Ему несколько десятков тысяч лет. И оно как бы индийское, но аюрведа известна во всем мире. Принцип аюрведы заключается в том, что нужно правильно жить. Если человек живет правильно, то у него много энергии, а когда много энергии, то много иммунитета. И, соответственно, очень легко справиться с любым заболеванием. Сейчас очень философский вопрос. Что такое правильно жить? Правильно жить — это соблюдать такие принципы, как чистота, скажем, физического тела, чистота партнерских отношений, чистота помыслов, Любовь к миру, Любовь к людям, Любовь к Богу, благостное, скажем, состояние Души. Все это ведет к тому, что человек накапливает энергию, и эта энергия ведет к здоровому образу жизни. Хорошо. То есть я правильно понимаю, что по этой теории, в принципе, медикаменты и медицинские препараты не нужны? Ну, по этой теории можно совмещать и медицинские препараты. Иногда в Индии употребляют аллопатические препараты. Но в основном они употребляют травы. Травы, масла и, скажем, такие процедуры, как та же сауна, например. Это считается очень полезным. Массажи с маслом, работа с огнем, то есть работа с камнями. То есть, ну, очень много можно перечисливать. Хорошо. Так что, нужно в Индию ехать, чтобы познать все эти тонкости и, скажем так, нетрадиционно, я не знаю, там, лечиться? Нет, не обязательно ехать в Индию. Можно изучить здесь траволечение, изучить свою энергетику тела. Здесь тоже много специалистов. Например, те люди, у которых много огня, энергетические, им нужно чаще общаться с водой, с энергией воды или же наоборот. То есть, все равно вешивать эти элементы. А правильно жить — это постулаты, скажем, той же Библии. Ну да. А вы сталкивались с непониманием вообще в обществе подобных теорий? Очень редко. Обычно все люди говорят, что да. Это какие? В Индии люди говорят? И здесь тоже. Говорят, да, вот мы поменяли образ жизни и вылечились. Я очень знаю таких примеров масса. Могу привести множество таких примеров. Это психосоматика еще. Можно назвать ряд таких вещей, которые влияют на выздоровление. Это как энергетика, психосоматика, любовь. Вот, например, в последнее время специалисты пришли к выводу, что раковые заболевания — это недостача любви к самому, к себе, к миру. Ну сейчас революционные вещи для меня, говорите. Какие-то просто из ряда вон выходящие. Потому что, знаете, в этой студии сидели люди, которые активно борются с подобными болезнями. И это были медики непосредственно. И говорят, что кроме медицинского вмешательства... Мы приветствуем медицинское вмешательство. Плюс еще и, скажем, психосоматическое вмешательство. Как дополнение. Как дополнение. То есть настоящий целитель никогда не скажет, не ходите к доктору, идите только ко мне. Он всегда скажет, нужно следовать. Нужно следовать медициной, но нужно еще и, скажем, менять свой образ жизни, который привел к этому заболеванию. Окей. А вы целитель и к вам обращаются больше с какими-то физическими, либо же с какими-то психологическими моментами? Ну и с физическими, и с психологическими. Очень часто мы находим физическое болезнь, находим психосоматические, скажем, причины. То есть есть такая очень знаменитая Луиза Хэй, американка. Она в последнее время осветила эту проблему, что за каждым заболеванием стоит своя психосоматика. Она продала 30 миллионов книг по миру. Эти книжки были распечатаны на очень многих языках. И это приобрело сейчас, скажем, такую тенденцию, как искать причину заболевания. Почему у человека такая болезнь? Почему это привело его к инфаркту, бронхиту или к другим заболеваниям? Какая именно основа этого заболевания? А кто помогает разобраться в этом? Человек сам должен к этому? Нет, часто просто собеседование с человеком. Когда я беседую с человеком, его взгляд на жизнь, его взгляд на любовь, на Бога. То есть очень много факторов. Вы верующий человек? Да. Вы к этому тоже как-то пришли в веру? Да. И я должна сказать, что я не то что верю, я знаю. И я от этого очень счастлива. То есть это две разные вещи. Верить и знать. Хорошо. Давайте поговорим о том, что в Италии делается. Что делается в Италии? Нет, я имею в виду, что вы в этом делал. В Индии, понятно, вы практикой занимаетесь. Вы просто сказали, объявите именно, что Индия и Италия. В Италии что? Да. Ну, в Италии я, в принципе, работаю больше переводчицей. Ну, так помогают друзьям. Хорошо. С Кривым Рогом что вас тогда связывает? Ну, то есть география сумасшедшая. Индия, Италия, Кривой Рог. Понимаете? Кривой Рог – это мой родной город, в котором я родилась. Который дал мне очень много. Я должна сказать, что у нас очень сильные люди и очень талантливые люди. Несмотря на все трудности, которые их окружают. Итак, собственно, почему Индия? Почему именно в этой стране происходят подобные вещи? Ну, потому что Индия – это как бы колыбель философий, можно так назвать, мировых философий. И в Индии переплетены, на данный момент переплетены все религии мира. И я должна сказать, индуизм – это настолько демократическая религия, что она принимает и крестьян, и мусульман, и буддистов, и джанистов, и различные другие религии. Потому что они подходят к этому, что, скажем, Бог один, просто разные дороги к нему ведут. И в связи с этим там много различных философий, которые объясняют с разных точек зрения те же вещи, как, например, медицина. То есть Индия – это совершенно другая планета. Хорошо, но вот все-таки, если нет возможности посетить Индию и той атмосферой проникнуться, вот что бы Вы посоветовали об этом прочитать? Какие книги? Есть такие книги, как «Бхавадгита», «Махабхарата» – это сакральные писания, это священные индийские писания, которые рассказывают отношение человека к Богу. И рассказывают, как жить правильно, скажем так, как вести себя правильно в этом мире, несмотря на все трудности, которые нас могут окружать. То есть это две величины, самые важные книжки, как «Бхавадгита» и «Махабхарата». Ну, еще есть «Рамаяна», это этнический эпос, который насчитывает несколько тысячелетий. Вот такие вот книжки мы посоветовали. Я знаю, что в нашем городе будет один достаточно интересный фестиваль, на котором Вы будете выступать в качестве кого сейчас скажете. Что это за фестиваль? Это женский фестиваль, посвящен развитию женщины. Вы там с чем будете? Ну, я буду там рассказывать о целительстве, о пранотерапии. То есть кому интересно, могут быть участниками этого фестиваля непосредственно ваши лекции. Хорошо. Она, кстати, для кого эта лекция больше направлена, если так, в общих чертах? Кому нужна? Эта лекция направлена на то, что здоровье женщины зависит от нескольких факторов, из которых также энергетика. То есть иметь хорошую энергию, которая за собой ведет высокий иммунитет, и от этого у женщины хорошее здоровье. Хорошо. Когда проходит фестиваль? А фестиваль будет проходить в субботу и воскресенье на этой неделе в гостинице «Сексагань». Ну, я желаю удачи. Желаю, чтобы у Вас такая была аудитория, которая действительно заинтересовалась Вашей лекции. Спасибо огромное. Я напоминаю, что у нас была гостя Ксения Лис, целитель, которая живет в Индии и Италии, изучает методы нетрадиционной медицины. Меня зовут Иван Дычак. Оставайтесь на главном телеканале Кривбаса. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин